МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ветеран войны Токой Садыров рассказал, как бил фашистов на полях сражений. Их выходили и отпустили на волю. Реабилитационный зоопарк столицы отметил свой первый выпускной для своих пушистых пациентов. Сейчас шерсть, вы видите, это линька идет. Сейчас этот покров у него снимется. Да, не шевелите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем добрый вечер. В эфире апреля. В это время, как всегда, начинается вечер новостей. Подведем итоги этого дня в студии Манаса Джигитов. Чекисты задержали экс-руководителя ГРС Достана Дугоева. Об этом сегодня сообщило издание «Кактус Меди» со ссылкой на свои источники в ГКНБ. В комитете опровергают эту информацию. Там заявляют, что она не соответствует действительности. Тем временем, правозащитница Динара Ошурахунова уверена, что чекисты скрывают факт задержания Дугоева, потому что суд не дал санкцию на его арест. Об этом Ошурахунова написала в социальных сетях. По ее данным, Дугоева арестовали на работе сегодня днем, предварительно выгнав из помещения всех сотрудников. И сейчас жена и коллеги экс-главы ГРС ищут ему адвоката. Напомним, чекисты ранее задержали двух заместителей главы ГРС и директора госпредприятия «Инфоком». Таланта Абдулаева, Даниэра Бахчиева и Руслана Сарыбаева обвиняют в коррупции при проведении тендера на закупку бланков для биометрических паспортов. На экс-главу 9-й службы ГКНБ Дамира Мусакеева возбудили еще одно уголовное дело. Об этом сообщает Генеральная прокуратура. В надзорном ведомстве отмечают, что новое дело заведено после публикации в СМИ об имуществе Мусакеева. Якобы бывший заместитель ГКНБ, будучи на службе, приобрел несколько квартир и домов и земельные участки. Дело возбуждено по статье «Незаконное обогащение». Отметим ранее, военная прокуратура уже возбудила уголовное дело на Мусакеева, и его обвиняют в незаконном распределении служебных квартир для сотрудников ГКНБ. Сам Мусакеев, отметим, считает, что уголовное преследование его имеет явный политический мотив, так как он остался верен экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву. Запрещено снимать на фото и видеокамеры президента Сорумбаа Джейенбекова во время завтрашнего шествия бессмертного полка. Такое предупреждение в адрес мира заслал сегодня бишкекский горкинеж. Там объяснили, что указание об этом поступило из аппарата президента. При этом причина запрета не сообщается. Отмечается лишь, что снимать Джейенбекова будет только его личный фотограф и видеооператор. На сообщение о запрете отреагировал фонд Институт Медиаполиси. Его руководитель Бегаим Усенова заявила, что такое ограничение ничем не обосновано и повлечет за собой падение страны в рейтингах свободы слова. Запрет на съемки президента вскоре прокомментировала и его пресс-служба. Толгуна Эстамалиева уверяет, что запрета не было. Хотя тут же добавляют, что запрета не было, только фотографировать главу государства. Джалалабадских милиционеров обвинили в пытках. Пожаловался на них 26-летний Абджал Нурбеков. Он сейчас находится под стражей. Его подозревают в наркоторговле. Признательные показания выбили, рассказал мужчина и продемонстрировал кровоподтеки, ссадины и синяки. Эту запись сделали в камере изолятора временного содержания Джалалабада. Видеообращение Абджал Нурбеков записал для мамы. Другого способа донести правду до близких нет, объяснил он. Мама, простите меня. Меня избили сотрудники милиции. Они подставили меня. То, что они говорят, я не делал. Я знаю имена оперативников ОВД Джалалабада. Это Замир, Акыл и Максат. Абджала Нурбекова задержали 1 апреля за наркоторговлю. Но мужчина вины своей не признаёт. Говорит, что пытали его. Они били меня. Надевали на голову пакет, чтобы я не смог дышать. Мне пришлось сознаться в том, чего я не совершал. Никто не интересуется моей судьбой. Мама Абджала забила тревогу сразу после того, как получила от него видеообращение. Но она не верит, что сын может быть связан с наркотиками. К сыну меня не пустили. Сказали, чтобы я наняла адвоката. Я так и сделала. Адвокат смог зайти в камеру и поговорить с ним. Выйдя на улицу, он покачал головой и признался, что на теле моего сына живого места нет. Всё тело в синяках. Специалисты Национального центра по предупреждению пыток изучили кейс Абджала и нашли немало нарушений, которые допустили правоохранители. Подтвердили они то, что на теле парня есть следы избиений. Впрочем, такие истории организация фиксирует десятками. Количество заявлений относительно пыток увеличивается. Прокуратуре Джалабадской области пришлось возбудить уголовное дело в отношении милиционеров. Статья пытки. Но областная милиция стоит на своём. Во время задержания и следствия в отношении подозреваемого сила не применялась. В следствии принимал участие и адвокат. Перед водворением его ВВС он проходил медицинский осмотр. Служба внутренних расследований изучает видеоматериалы из ВВС и версии о пытках. Медосмотра никакого не было, доказывает адвокат Абджала Нина Зотова. Заключение врача – фейк. Я обратилась сейчас с заявлением о возбуждении против неё уголовного дела по факту укрывательства данного рода побоев и оставлений практически в опасности задержанного человека. Она не увидела на нём никаких следов телесных повреждений. В связи с этим, значит, и были вынуждены мама этого парня обратиться в суд, в прокуратуру. И прямо в суде были зафиксированы следы ужаснейших издевательств над нём. На теле абсолютно не было ничего живого. Зотова не сомневается в том, что пытки – это результат непрофессионализма оперативников. Преступление, если оно есть, надо раскрывать головой, а не кулаками. Канад Канеметов, Кубаныч Пек, Мамытов, телеканал «Апрель». Продолжаем выпуск. И на очереди обзор социальных сетей. Их влияние на те или иные события, разумеется, неоспоримо. В интернете сегодня обсуждают практически всё. Вчерашнее освобождение из тюрьмы Мурата Суталинова, размах празднования дня рождения Раима Матраимова. Ну и, разумеется, шквал комментов сегодня вызвал запрет журналистам «Завтра снимать президента на шествии бессмертного полка». Моя коллега Олеся Цурикова листала ленты соцсетей. Накануне из-под стражи освободили бывшего главой СНБ Мурата Суталинова. Его отец не смог сдержать слёз, когда сына с четвёртой стадии рака отпустили на свободу. Наконец-то! До слёз! Держись, генерал! Были, конечно, и те, кто против такого проявления гуманности. Якобы поступки, совершённые бывшим главой СНБ, оправданию не подлежат. Но в целом комментаторы уверены, что человеку с такой болезнью необходимы близкие люди рядом. Родные люди иногда нужны нам всем, и бывший заместитель главы республиканской таможни тому не исключение. В прошлую пятницу Раим Миллион отметил свой день рождения. А вчера в СМИ появилась информация, якобы праздновал он в одном из дорогущих бешкекских ресторанов. И одним из гостей мероприятия был знаменитый турецкий повар Бурак Оездемир. Брат Раима Искендер Матраимов поспешил оправдаться перед журналистами. Информацию, которую распространяют некоторые сайты, ложь и очередная попытка очернения. Посмотрите даже видео, которое сопроводили новости СМИ. Там же просто рекламный ролик этого повара. Мы его не приглашали. А он сам что, немой? Всё время брат его оправдывается, как пресс-секретарь. Мы не приглашали, он сам пришёл. Ну а про повара Бурака Оездемира я вам уже как-то рассказывала. Этот молодой человек прославился тем, что готовит, ну, очень большие блюда. Если плова, то обязательно тазик. Если яичница, то непременно из страусиных яиц. Один час работы этого повара стоит тысячу долларов. Я не знаю, на самом ли деле он обслуживал той Матраимова, но над Раимом продолжают подшучивать. Так, один из юзеров Фейсбука в качестве игры предложил дополнить фразу. Если бы Раим Атап был президентом, то комментарии уморительные. Будем Раим Станом. Денежная единица матры. Он будет всем Укашком Акашкой. И страна поменяет название на Акашкостан. Город Бишкек был бы переименован в Раим Атап. Потом карманный парламент во главе с Тюлеевым и премьером Кельдебековым приняли бы народное решение, что Аташко будет Эльбаши. Ну и таможня стала бы частной. Однако многие комментаторы придерживаются вот какого мнения. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну а пока народ фантазирует на тему Раима, президента, аппарат настоящего. Главы государства работает. Он якобы дал поручение бишкекскому горке Нешу, чтобы А. Запретить съемку с дрона во время бессмертного полка. Летающие камеры обещают сбивать. И Б. Запретить снимать президента во время шествия. Что? Может, ему тогда паранжу надеть? Камеры безопасного города по маршруту тоже пусть выключат. Вдруг президент в кадр попадет. После пластики не оправился. А он спросил разрешение участвовать в маршру у остальных. Пусть соберет свой маленький полк из своих придворных и шагает со своим личным фотографом от парада в другую сторону. Пресс-служба аппарата президента вроде как пыталась опровергнуть запрет, но по сути его подтвердила. Снимать можно абсолютно все, но вот это можно распространяться только на ОТРК. У них будут и камеры, и дроны, и потом они якобы отошлют видео остальным. Ну а пока официальных бумаг на запрет никто никому не показывал, поэтому вроде как снимать можно. Завтра проверим. Ну и напоследок хотелось бы рассказать вам что-нибудь забавное, но пока смешнее того, что творится у нас в госаппарате, я ничего не нашла. Поэтому все. Олеся Цурикова, Дмитрий Толстогузов, Рустем Раймбеков. Телеканал Апрель. Ветеран Великой Отечественной войны Токой Садыров на днях отметил столетие. Впрочем, событие этого могло и не быть вовсе. По всем законам здравого смысла, как говорится, он должен был погибнуть под Москвой зимой 42-го года. Прямое попадание вражеской пули в голову – это не шутки. Хирурги не скрывали, что Токой Садыров долго не протянет. Но всем назло, солдат из советской Киргизии оправился и готовится завтра встретить 74-ю годовщину Великой Победы. Великой Победы. Пелемор Канал, Баба Брасу Садырова. Ошан, ясад, маше кеде. Улавну Иврачка истим. Бир, Токталу, калған еврей дед. И көйтуроша кеттек. Я норушкан кақман емне. Хал бакалдага, немекен. Сен, сокушкаварган күресін. Я норушкан кеңген. Ол елепші. Ян, ол елепші. Йо тезін. Ян, сеге, 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 сеге. Ян, сеге. Ян елепші. Ян елепші. Ян елепші. Ветеранов сегодня посетил и президент Сарумбай Джиенбеков. Как сообщает его пресс-служба, побывал он в гостях у 95-летнего Усубакуна Байсалова, который прошел через всю войну, служил связистом, встретил победу в Польше. А после возвращения домой долгое время работал в сфере образования. Погостил президент сегодня и в доме 98-летнего орденоносца Алексея Варавина. Артиллерист Варавин в 1942-м был отправлен на Воронежский фронт, воевал отважно, за что был награжден орденом Красной Звезды и медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне. После войны работал преподавателем военно-физической подготовки в музыкальной школе в органах госбезопасности Украинской ССР и Кыргызской ССР. Для нашего поколения, для будущего поколения, образец, образец, как надо служить отечество в родине. Молодцы, молодцы. Школу кончил через три дня война. А через три дня мы, пацаны, все в военкомате, прошу направить на фронт. Все? Да. Со школы. Со школы. Ну, 10 класс я кончил через три дня война. А все уже пошли. Шествие бессмертного полка в столице Кыргызстана запретили снимать с дронов. Решение озвучил бешкекский городской кенеж. Власти предупредили, что все беспилотники, которые будут подняты над местом проведения шествия, будут сбиты. Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая. Ежегодно она собирает десятки тысяч людей. Но масштабных и завораживающих кадров с высоты птичьего полета в этом году увидеть не удастся. В заповедной зоне ущелья Кигиты на свободу сегодня выпустили трех диких животных. Двух лисиц и одного шакала. До недавнего времени они содержались в бешкекском реабилитационном зоопарке. Попали туда со всеми малышами в крайне тяжелом состоянии. Их выходили и сегодня, наконец, отпустили в дикую природу. Как это было? Смотрите в нашем следующем репортаже. У нас очень часто так бывает. Люди хотят навариться на всем подряд и на животных тоже. Но мы людей убедили, что так делать нельзя. Поместили в наш революционный зоопарк, подрастили его. И вот сегодня он, в принципе, готов к выгрузку. Вот эти кустарники, вот это все именно шакалии места. И здесь людей мало, потому что они обычно населенные пункты нападают. А здесь тихая зона, пусть здесь им хорошо. Здесь и зайчики, и вот дикие куропатки, фазаны, все есть там. Дорогу принесли хорошо, спокойно, чуть переживают. Клиники, кажется, на фуган, да? Ну да, столько людей, да. Чуть-чуть стресс. Поэтому ни имен, ничего такого. Нет у них. С матерью неизвестно, что случилось. Вот на протяжении полгода мы за ними ухаживали, прививали. Они переболели чесоткой у нас. Мы их благополучно все вырастили. Эти лисы специально не приучались. К человеку контакт минимальный был. Потому что изначально знали, что этих лисы будем выпускать на волю. Лисы просто необычные и важны. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, на этом у меня все. Вы смотрели вечер новостей. Наши материалы смотрите и читайте также в социальных сетях на страничках апреля. Всем пока. Увидимся завтра, 9 мая. Расскажем, как страна отвечает День Победы. До свидания.